Здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь. И мы продолжаем прохождение строительства выживания, как хотите, так и говорите, думайте в игре под названием Arim World. Собственно, в прошлой серии я, походу, собирался здесь ставить мешки для обороны. Так мне тут постоянно намекает игра, что нужны оборонительные сооружения, но... Мешки я ставил... А, ну здесь же я их доставил, получается. Точно, у меня же откат случился. Да-да-да, меня же здесь грабанули. Нет, точняк, я и забыл. Я думал, что на стриме, просто я так же немножко эту игрушку постремил. И, ну, так, чтобы более-менее в ней разбираться. Один фиг, как бы, игра, эта требует большего времени, чтобы познать дзен. Ну, я понял, что мешки, и это все полная хрень. Нифига, они не защищают. Кто сомнел в предыдущую серию, если, опять же, ну да, по-моему, это в серии было. Что вот мне проник какой-то гребаный чувак, и просто перелез через мешки, да, и забрал у меня ресурс и ушел. Вот, к сожалению, никак отогнать я его не успел. Поэтому мы будем строить себе укрытие из стен, из стен деревьев. Так, давай тогда вот сюда, отсюда, говорит, начнем. Так, вот большой прям пятачок нам надо будет много выделить, потому что, ну, территорию надо много-много будет. Что-то сначала обустроиться, нафиг, поэтому. Так. Теперь отсюда, вот. Так, здесь у нас какой-то ресурс есть, ну ладно, мы его не будем, если что, использовать. Так. Такой прям большой идет у меня обхват. Ну, древесины должно хватить. Все, сейчас перед дверью. Здесь, допустим, дверь. Давай, здесь поставим две двери. Так, здесь, допустим, две двери. Ну, и здесь две двери. И еще, знаете, что я сделаю дополнительный тамбур? Во-первых, если вдруг камни будут ломиться. Вот, двери, они довольно-таки, по крайней мере, деревянные, они очень быстро ломаются. Я это уже испытал на стриме. Там ко мне ворвались, сломали мне к частям двери, причем довольно-таки быстро. Но, если сделать тамбур, то мы тогда с таким образом сможем отстреливаться, и все будет окей. Единственное, только я вот до конца не разобрался с этими гребанными, с этим гребанным электричеством. В чем заключается, не разобрался. Да в том, что вообще непонятно, как оно работает. Я поставил, получается, электричество, поставил кондиционеры. Ну, походу, не хватает электричества. И я поставил две солнечные батареи и два генератора. При этом у меня было всего лишь два кондиционера. Ну, я понимаю, я, конечно, понимаю, что они много хавают электричества. Ну, вот, ну, они в итоге так и не охлаждали нифига, просто там реально было жарко, и... Ну, как бы, охлаждения вообще абсолютно никакого не было. И потом ставил еще генераторы, и еще, еще, еще в итоге поставил уже топливные генераторы. И один фиг никакого результата не было. Не знаю, с чем это связано, конечно, но такое не очень прикольно. Если бы, что все работало, так что, если вдруг вы знаете, в чем, собственно, соль, где я ошибаюсь, то можете мне написать. Я буду очень вам благодарен, знаете ли. Я даже скажу вам спасибо. Так, это сейчас... Фу, ты, блин, ты что пугаешься, я думаю. Нормально с утра уже стреляют. Тут еще люди спят, она еще, она уже стреляет. Так, у нас, кстати, по еде все плохо, да? Так, разделочный стол. Что у нас тут? Бесконечно, окей. Здесь у нас что по заданию? Еды. Давай тоже сделаем бесконечное. Пока есть еда, пусть делает, все. Так, крыска, крыска, крыска. Что у нас по работе? Отдых, строитель. Давай пока двоих ванить на стройку. Давай троих пока на стройку, потому что у них будет периодет на здание, когда у них будет свободное. То бишь они получатся от... Открат, когда у них здесь, допустим, пациентов нету, то животноводство и строительство получатся. У них будет первостепенная задача. Так, хорошо. И нам надо... Сколько у нас тут убитых животных-то, а? Какого тут наубивали-то? У нас нормально хватит. Все, ловушки почему-то здесь... А, ну здесь точно, я понял. Все, пусть ставятся. Так, главное, чтобы нам хватило дерева на данный момент. Давай-ка мы, если что, области. Так, нет, не то, приказы, лесорубство и вот сюда. Все срубаем. Так. Кстати, надо поставить еще кровать. И мало ли на тот случай, что могут быть еще люди. И, допустим, мы не сможем спасти человека, пока у нас не будет дополнительных кроватей. Так что на всякий случай, наверное, поставим еще кровать. Здесь у меня больше не хватит. А, хорошо. Пусть они пока у них есть дело. Пусть они это быстренько все делают. Так вот, у нас наш, это, шиншилла ходит. Но я пока никого убивать больше не буду. Нам тут хватает зверя. Он уходит. Так, картофель. Ну, кстати, лекарство, вот лечебный корень. Так медленно растет, просто жесть. При том, что у меня на стриме там был постоянно дождь, получается. Ну, как бы, должно быстрее расти. А если на разосколько, там еще, наверное, дольше. Поэтому лекарства нужно экономить. Но у нас здесь вроде, да, пока медикаментов у нас хватает. Просто вот, допустим, у меня в стримовской, я там играл, получается, где-то часа два. И за два часа у меня достаточно немало, немало. Ну, на меня вообще было почему-то на стриме наездов очень много. Здесь как бы у меня поспокойнее все происходит. Пока что. Так, исследование. Что у нас по исследованию? Ну-ка, посмотрим. В процессе мы, получается, ковка. Обработка камня. Кстати, знаете что? А что у нас по исследованию? Ну-ка, дайте я посмотрим персонажей. Персонаж. Так, исследование у него этого неут. Четыре и десять. Ну, так, да, получается, не очень их. А кто мне вообще занимается исследованием? Ну-ка. Так, вот, получается, двое, да? Можно даже, скорее всего, тогда... Вот это четверочки, так что можно ее немножко от исследований убрать. Пусть будет на двоечки. Потому что, ну, такое они, получается, надо прокачивать. Есть, получается, эти огоньки, они это желание. То бишь, да, то бишь, большое желание научиться, например, исследованию. Ну, циферка показывает опыт исследований, поэтому... Хоть будет другой. Ну, пока у нас никто не следует, но пока у нас тут приоритетная задача готовка. У нас, получается, вот у нас данность, и исследователь доходит. Но он пока готовит. Ладно, пишет все-таки это пока нужнее. Пока не будут менять приоритет. Ну, вот и все, у нас, получается, тем самым мы, наверное, скорее всего за сегодня сделаем. Так, гости, у нас гости, ну-ка. Группа из Серна Буйлов посещает ваше поселение. Кажется, у них есть какие-то предметы для обмена. Ну-ка, что там, где они? А где они вообще? Походу, это какое-то второе сообщение. У них не показали, где они есть вообще. Так, пополнение, смотрите-ка. О, житель прибыл и решил присоединиться к поселению. Его зовут Роша. И он... Меде... Медеял... Медвал... Лорд. Че? Кто? Хуй из это вообще. Че умеешь, ну-ка? Так, стрельба, ближний бой, общение. Блин, да он нихрена не умеет. Капец. Он так умеет стрелять, драться и общаться, все. А, ну еще искусство. Ну, картину сможет там нарисовать, да? Из убитых... Из убитых ему людей или животных. Прикольно. Ну, блин, не знаю. Насколько мне он нужен, конечно. Так, ну я все равно ему назначу работу. Ну, получается, да, у нас? Приоритет у нас, естественно, цель на пожар. Пациент, если что-то случилось. Врач. Так, давай. Врача, наверное, двоих сделаем. Пусть будет двоечка. Хотя он, конечно, я так понимаю, врач такой себе, да? Отдых. Отдыхать-то мы все любим, понятное дело. Так, оператор нафиг. Надзор. Пусть будет. Животное. Ну что? Блин, смотри, у него все эти... У него просто все закрыты. Охотник. Ну давай, пусть будет охотник номер один. Так, житель прибыл и решил поселиться в поселение. Его зовут. А, ну это мы читали. Где он? Вот он. Блин. Самый, по-моему, бесполезный поселение, с которого я когда-либо видел. Так, ему надо дать такое оружие. У кого у нас вещи? Ну-ка. Так, здесь у тебя нож. Себя еще. Пистоль. Стрельба. Давай тогда пистолет дай. Так, вещи, пистолет. Выкинем. А ты возьми. Ой, иди тогда делай, что у тебя получат. Ну, будет защищать, если что, наше поселение. Так, ну-ка, погоди-ка. Иди сюда. Пойдем охотиться. Че еще делать, ему остается. Будем улучшать твой навык стрельбы. Хорош. Хотя смысла нету сильно много убивать животных, потому что они портятся. И даже, допустим, у меня пока нету здесь нормального холодильника. Это смысла в этом большого нету. Так, все, у них свободное время. Научитесь подбежать камеру, чего вы. Обучение. Я прошел обучение, мне кажется, надо было учиться подбежать камеру. Здорово. Здорово. Так, что делать надо, ничего нас поделить. У нас не поделился очень плохо. Так, шахтер-садовод. Так, где у меня, кстати, строитель, да, он получается. Не, подожди, ремонтник, шахтер. Главное дело, подожди, а где у нас... Кто у нас отвечает за... Какой показатель у нас отвечает за лесорубство? Ремонтёр, животный повар, охотник. Охотник, это понятно, строитель. Здание также, ну, это строитель понятно. Ремонтник это чинит. Фермер, фермирует. То есть, актер горное дело. Садовник, садовник. Срезает, собирает урожай диких растений. Ну, блин. Понятное дело, что собирают. Нет, она немножко другое. Кстати, может быть, немножко урожай пособирать. Есть мои какие-нибудь полезные растения? Что это такое? Просто трава? Сомнительно. Никакой ягод... А, вот у меня ягода есть. Собрать. Кусты есть, ягоды мало. Так, хорошо. Что у нас там исследователь наш? Может, повара поменять? Что у нас отменить готовить, допустим? Кулинария 2. Ну, такое себе. Из него повар, конечно. Не алло. Ладно, пока подождем до утра. Так, ну, наш телохранитель уже проснулся. Шарится, что тут делает. Не знаю, что он тут делает, конечно. Ну, по сути, ну, блин. Реально, я бы такого персонажа бы никак не взял. Ну, вот просто. Навыки его, ну, абсолютно бесполезны. Я не знаю, конечно, искусство. Вот. Ну, и причем даже я не могу его никогда. Вот, допустим, я вот хотел его отправить. Допустим, срубить деревья. Не, он не может, он не умеет этого делать. Блин. Просто, то есть, не знаю, самый бесполезный персонаж. Так. Сейчас нельзя. Вот, срубить деревья. Давайте отправим, чтобы тогда предводительно срубать деревья. А то у нас мало ресурсов. Нам надо больше на строительство оборонительного сооружения. Так. Сейчас, в общем, давайте тогда посрубаем немножечко, да? Не оставь бревна, подожди ты. Блин, просто я не знаю, как пометить, что где эти бревна, как срубать у нас садовод. Садовод-то. Собирает урожай, дети, растения нет, кузнец. Это оружие, инструмент не то, портной не то, художник не то. Это я, он не то, носильщик. Что-то, блин, непонятно. А, подожди, может быть уборщик? Ну, уборщик, я так понимаю, наверное, скорее всего, работник, кто следит за счетов, будет чистить снег и наводить порядок в домах. Ну, понятно, блин, не то. Просто тогда вручную что срубать, я просто не знаю, как иначе. Ладно, вручную поработаем, что, не страшно? Так, срубить. Давай, давай, руби кромсай. Просто у нас на складе уже деревьев осталось всего 65. Врывин. По сути, это ни о чем. Так, ладно, давайте достроим их до сооружения. Так, ну, в общем-то, собственно, вот у нас атака. У нас тут приправили. Так, враждебные пираты с последней атакой. У них какое-то время. Так, перейти к месту, где они? Один, да, у нас? Ладно, дрон с дубинкой. Мы сейчас отправим тогда нашего дипломата. Он придет пообщаться, да, спокойненько. Быстренько объяснит, что здесь, как бы, чужая территория, все дела. Ну-ка. Пока они еще безоружены, и одни у них не страшно успокаивать. О, ну-ка, иди сюда. Не будем дожидаться, просто нанесем удар первым. Оп-оп-оп-оп-оп. Подожди, стрелять. Давай-давай, вали нафиг. Если даже наши тумлетные, если честно, оплакивать его не будем, потому что по факту бесполезный персонаж. Он еще живой, смотри. Добить, захватить. Да добить его нафиг, нафиг он им нужен. Подевай его нафиг. Пират этого вонючего. Так, употреблю тут. Не-не-не, не надо. Раздеть. Все. Все, иди, дай дому до хаты. Ну, а у нас с тем временем продолжается все, потихонечку строительство. Так, дерево у нас кончилось, кстати. Крышу переделают. Вот так, да, у нас вот. А с чего они крыши здесь застраивают? Тут у нас получается будет помещение такое здорово, вы чего угораете? Я как бы не собирался здесь сделать помещение. Я просто хотел сделать здесь как бы укрытие, и все, ну ладно, пусть будет помещение. Ага, у нас так как будто растет, у нас здесь не будет солнечного света. Алло. Здесь нужен будет солнечный свет. Видишь, нужен свет. А, нет, скорее всего это в тамбурах вот этих вот крыш. А здесь как бы нет крыш. Я понял. Так, ладно. Давайте дальше срубать, пойдем. Давай, руби, нефиг халтурить. Руби, крамсай. Крамсай, руби. Ну. Пусть она так долго рубит вообще. Даже на ускоренном время. Но они уже все спать хотят, ладно, пусть идет спать. А то я сейчас ей заезжу. Так, кстати, может быть у нас есть для собаки, для животных. Здравствуйте, вам коробка для животных. Еще у нас собака до сих пор спит где-то там на кухне. Ну а что, с другой стороны охраняют пищу. Правда, непонятно, от кого такая собака может охранять. Там маленький мокс. Максимум только от тараканов, наверное. И все. Она, мне кажется, даже с крышей не справится. Я, конечно, могу ошибаться, но мне почему-то кажется. Почему-то я сомневаюсь в этом. Кстати, тоже некоторые советуют в начале животное вообще убивать. Ну, типа то, что это бесполезно, но оно хавает. Оно и тратит нашу пищу. Вот. Ну, я нет. Я дикие животные, главное, уволю пачками, а домашний я бою. Нет, это же наша Инна. Как мы можем убить Инну? Кстати, у меня кот Бусова, что ли, зовут? Или, блин, Бис? Как-то, короче, кота на стримовской. В стримовской, где там кота звали, как-то на Б. Из трех букв. Бус или Бис, короче, как-то так. Так, вы засекли спасательную капсулу. О, ну-ка. Подожди, подожди, где-где-где? Покажи капсулу. Блин, где-то капсула была. На, во. А он, слушай, он живой. Так, ну-ка. Сможем спасти, нет? Спасти. Так, невозможно спасти недоступных свободных кроватей. Бля, хаму, кровати нужны. По теории, я могу еще одну кровать поставить? Надо строить еще убежище. Блин, мне дельвизина не хватает. А у нас даже эта кровать самая спит. Ну, он, по сути, сам пришел. Ну, типа, как бы не звали. Надо успеть до того момента, пока не помер там этот. Давай быстрее, пока там лидер съесть. Так, а ты давай это, раненый, иди, спасай человека жизнь. Как нету кровати? Ну, я же только что сделаю. А, понятно, я понял. Все, он сейчас построится. Ладно, хрен с тобой, иди ты, спасай. Спать упал. Уже устал, защищал. Спасем персонажа, вдруг он все-таки полезный. Не за кто-то, но пока, ну-ка, подожди-ка. Стой. Так, кулинария, искусство. Блин, что все какие-то художники, блин, приземляются здесь. Так, фермаста горное дело. Ну, блин. Ну, хотя бы у него кулинария есть. И тогда я смогу вот этого вот шомп освободить от кулинарии, тогда это будет у нас кухня замещать. А шомп у нас будет заниматься исследованиями. Да-да-да, точно. Так мы и сделаем, ребят. Так мы и поступим. Сейчас только надо спасти этого бедолагу. Так. Смотри-ка, у нас внутри 18 градусов, снаружи 21. Это как вообще возможно? У нас вроде тут ни кондиционеров, ничего нет. Ага, прикольно. Так, группа путешественников из поселения Сенра-Буйвол проходит мимо. Ну, я как бы рад за них. А, вот они. Ну, они типа мирные, да? Да, вроде как. Ну, интересно, я могу на них напасть? Убить их, изобрать их имущество. Бу-гага. Они же проходят мимо аж территории. Можем он себя позиционировать как пираты. Но мы не будем это делать. Нам это ни к чему. Так. А еще одна спасательная капсула, что ли? Блин, опять никто нажал. Или, скорее всего, может быть, инфа о старой капсуле. Фико знает. Как бы она типа обновляется, что я не посмотрел на место. Первый знает. Там еще на спасательных капсулах бывают, привозят эти, провиант. Так-то бы полезно было бы туда сходить. Ай, ну так ее тут не делал уж. Приятно, что здесь, кстати, у нас пока нормальная жизнь насекает, потому что, как у меня стримовские версии, я там всех поубивал вокруг, у меня потом приходилось далеко бегать, потому что я всю животину прострелял. Как-то прямо так не это. При этом много ее части испортилось. Потому что холодильника нет, никак нету, и все это дело. Все это дело очень быстро портится, особенно при жале. Там у меня почему-то какие-то лучи, что-то там какое-то на солнце, и в итоге там жара там под полтинник давила. Они навечно тепловые удары хватали. Здесь у меня, слава богу, по температуре все более-менее нормально. 27 градусов. Само то. О, с вами идут сюда. Чем надо? Ну ты же у нас общаешься, что? Они что-нибудь заберут, надеюсь? Что-нибудь только заберут, и попробуй, я сразу их застрелю нахрен. Они просто мимо проходят. А что, обязательно было мимо проходить, мне мало лагеря, да? Хик, я, блин. Вообще нормально. Как у себя дома такие прошли, спокойно. Зачем ты труп тачишь? Видимо, он там лежал. Непонятно. Так, оклемался наш. Ну, почти оклемался, да? Ну-ка, что там, как у него здоровье? Так, позвоночник трещина. Нифига себе. Ну все, в общем-то, залатали, ладно. Давайте для нас тогда я тебя напрягать сильно не буду у нас пока, да? Так, ну ты, пожалуй, будешь у нас чуть-чуть на кухню пахать. У нас тут не все так просто, понимаешь? Такая ситуация. Так, а как тебя зовут-то? А, так он еще не с нами? Почему? Я надеюсь, он будет с нами, правильно? Я что, на него зря птичку, что ли, потратил? Ну, походу, пока она проходит выздоровление. Поэтому, видать, не может пока, ладно, что ж. Куда она уходит, смотри. Мало пищи, в смысле мало пищи? Что-то, как он тут сами ковыляет, ковыляет потихоньку. Блин, только не говори, что ты сейчас просто уйдешь, а? Я тебя больше, я тебя больше спасать не буду, тогда смысл. Смысл мне спасать людей, если они будут от меня уходить. Я-то думал, там как бы это, он останется. Вью, вью, он новеллист. Новеллист. Сейчас его эти хищники тут загрызут нахрен. Они, кстати, агрессивные, я по-моему, они не нападали на меня. Не, чуть бояться. Не смотри, реально уходит. Понятно. Нафиг, надо такие дела. Блин, я только птичку зря потратил. Здорово, так еще. Так, что у нас в последовании, ну-ка? Вереное мясо почти исследовали, да? Что-то стоит уже стола, а что-то ничего не следует. Так, кто у меня еще по кулинарии шарит? Может быть, просто мне надо, чтобы она пояснила. Так же, вот, на кулинарии двойка. Так, это у нас четверка. Восьмерка. Да. Тепловая волна. Вот она, кстати, началась. Необычная жара. Опоздайте с тепловых ударов. Кстати, плохая тема, на самом деле. И еда быстрее портится, и им хреново становится. В общем, не особо круто, если честно. Так, пока наши беженцы живут, точнее, не беженцы, а выжившие, я тут шарился по карте, и вот увидел приколюшечки. Вот у нас тут рацион лежит. Надо будет его забрать. Ну, так, просто изучая, сонем, может, где-то все-таки валяется. Потому что все-таки капсулы падали, а кроме людей капсулы еще должны приносить какой-то ресурс. Допустим, еда, металл, детали какие-нибудь. Ну, и все-таки, ну, вы поняли. Вот, допустим, вот. Сталь возьмем. Так, вот еще стали, сонем, тут. Сколько здесь стали, а? Может, здесь еще что-нибудь валяется? Да вроде бы нет больше ничего. Интересно, сонем, все животные просто спят, как только ночью все спят. Просто ночью можно на животных спокойно охотиться. Есть же животные, которые в ночное время суток просто спокойно ходят и, наоборот, охотятся. Как-то это странно, если честно. О! Еще один. Так, где-то нафиг, не буду его спасать. Бесполезное занятие. Будет, да, получается, упала капсула. Еще и пантеры рядом. А прибыль может на нас напасть. Нафиг надо. Сейчас мы спасем опять, да? Допустим, выходим беженца. И все, и она опять уйдет. А я потрачу аптечку. Аптечек у меня и так немного, поэтому. Ну вас нафиг. Я-то думал, что я буду спасать, они хотя бы будут у меня оставаться, а они не остаются ни хрена. Поэтому я буду подонком, не спасу. Не спасу беженца. Обойдется. Они неблагодарные. Так. Так, а что нельзя срубить это? Странно. Странно, ну ладно. Что ты делаешь? Понятно, что у нас сидит. Ладно, иди руби. Руби деревья. Будем вручную это все делать. Что делать? Что делать? Лежит, ничего не делает просто, да? Ну, блин, просто приволокли труп в лагерь. Теперь труп на свалке не паляется. Нафиг бы он нужен был. Так, еда. Давай-ка это займемся охотой. Это у нас иди охотница. Где у нас тут еще есть животня? О, кабанчик. Справа, кстати, очень много. Всякая живность. Может, был на право пойти. Было бы удобнее, кстати, опуралить всеми, да? Стравляем. О, отступай, 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 отступай. Да давай, давай, ну. Попай, дай. О, добивай мякет. Так, одного добили. Давай теперь этого добивать. Так, все, второй тоже добили. Не слабо так досталось сами-ка ему. Сейчас давай еще черепаху завалим. У тебя живучее. Блин, черепах, кстати, такие живучие, зараза. Все. Иди по своим делам. Которых у тебя нету, блин. Кстати, здесь вот можно добыть сталь. У нас стали. Что это? Непонятные сообщения какие-то. Все, дальше-то зарубим деревья. Так, ну все, у нас этому Рича становится плохо. Плюс еще дикая жара. У меня один из поселенцев приуныл. Ходит, слоняется, типа не хочет работать, слоняется. В общем, как написали. Ну и мы, в общем-то, закончили строительство укреплений. Тут осталось чуть-чуть совсем. Но основное мы все сделали у нас по кругу. Все, мы теперь тут более-менее в какой-то безопасности. Теперь мы сможем что-то отсталиваться из укрытия. Вот, потом еще она будет здесь поставить ловушки перед входом. Вот, да, это слоняется, не хочет ничего делать. Вот, у него нужна настроение. Настроение, сытость есть, отдых, развлечение. Комфорт вообще очень низко. Не знаю, что им мешает, например, поесть. Ну, давай, давай прям, ну-ка, пойдет, он есть, нет? Не, я вообще не могу ничего с ним сделать, да, получается? Вообще, я ничего не могу, ничего я не могу сделать. Даже, смотрите, здесь у меня ничего нет. Полная депрессия у чувака. Ну что, друзья, давайте, пожалуй, на этом закончим сегодняшнюю серию. Мы закончили строительство нашего укрепления. Отбились от легкой атаки, спасли одного пострадавшего, который упал на планету. Правда, эта тварь не осталась с нами, ушла. Потратил только зря птичку. Но я, конечно, попробую потом еще кого все-таки спасти. Может быть, это все-таки единичный случай, я точно не знаю. Исследование у нас происходит медленно. Я бы просто надеялся на того поселенца, который упал, точнее, на того беженца, что это он останется у нас в поселении. Тогда я бы на него свалил бы кухонные вопросы. А вот, допустим, Штомб у нас бы занимался конкретно исследованиями. И тогда бы у нас более быстро было бы развитие нашего поселения. Ну а так вроде все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, если вам понравилось. Пишем комментарии, подсказки можете какие-то писать. Все самые интересные полезные ссылочки будут внизу в описании, друзья. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok